Мне придется немножко рассказать вам о исполнителях. Я постараюсь делать это достаточно быстро. Конкретно я расскажу вам про машину тюринга и конечные автоматы. Конечные автоматы это в частном случае машина тюринга. Так, что такое машина тюринга? Да, это полностью машина АЛА тюринга. Это такой теоретический исполнитель, реализация которого в железе совершенно не принципиально. Он требуется для того, чтобы разговаривать о вычислимости алгоритмов. Если какой-то алгоритм, то есть некоторую функцию начальных данных можно запрограммировать на машине тюринга, то считается вычислим в подмножестве исполнителей тюринг-полных, так называемых. То есть эквивалентных машин тюринга. Я не буду сейчас укладывать подробности этого дела. Давайте вначале я ее нарисую. Как она выглядит? Это каретка, которая может есть влево и вправо. Эта каретка ездит влево и вправо не просто так, а по ленте. Лента, на которой в ячейках написаны символы некоторого алфавита. То есть вот здесь написаны какие-то там а, а, б, т. Все эти символы принадлежат некоторому алфавиту. Даже пробел, например, если уж он включен, он должен быть символом этого алфавита. Понятно? Далее. Она не просто так ездит, а может смотреть на то, что там написано. Смотрит она только на текущую ячейку, все остальное она не видит. То, что сейчас под ней видно. Кроме этого, у этой машины есть состояние. Ну, я сотру две половинки коры головного мозга, я хочу просто куб. Куб – буковка, которая будет означать одно из возможных состояний. Соответственно, состояние этой каретки принадлежит некоторому множеству возможных состояний. У нас есть множество возможных состояний. Хочу влево, хочу вправо, никуда не хочу. И есть некоторое подмножество этого множества возможных состояний. Я вам назову QS, обозначу, что это подмножество Q. И это состояние останова. Состояние останова. Или конечная. Ну, это останова. Конечная этой каретки. То есть, если каретка оказывается в этом состоянии, то она заканчивает свою работу. Все. Алгоритм завершен. Кроме этого, среди множества этих состояний выделено некоторое состояние Q0. Да, при этом оно наверняка не является конечным. Это начальное. Начальное состояние. Конечное состояние есть. Ну и, собственно, самое главное. Машина Тьюринга является детерминированным исполнителем. Ну, то есть, короче говоря, ее поведение определено и зафиксировано. Некоторая есть функция того, что она будет делать, которая зависит от чего? Ну, естественно, от ее состояния и от чего? Символа, который она сейчас видит на линии. Понятно? Вот ее некоторая функция принятия решения. То есть, это некоторая управляющая функция. Область определения этой управляющей функции ясна, да? Это перемножение, соответственно, для каждого A на Q. Ясно, да? То есть, по идее, эта функция будет определена. Ну и, строго говоря, машина Тьюринга будет детерминированной, если эта управляющая функция определена для любого возможного символа, любого возможного состояния. Да и может быть такая ситуация, что она, как говорят, не детерминированная, если для некоторых партий состояние символ поведения не определено. Ну, в этом случае можно считать, что машина Тьюринга входит в состояние ошибки. Ну, то есть, переход в некоторое, можно сказать, подмножество конечных состояний, да, этих состояний остановок, состояние ошибки. Я не знаю, что дальше делать. Всё, программы нет. Поэтому понятно. А теперь вопрос, каково множество значений? То есть, что эта управляющая функция, собственно, возвращает? Да? Ответ такой. Эта функция возвращает. Первое. Новое состояние. Ну, я в терминах кортежа напишу, как мы в терминах оперативных прислали. Новое состояние. Так? Новый символ на ленту. А, я забыл. Забыл сказать. Она не только смотреть может, она не только может думать, да, она ещё может писать. Она ещё может писать. Мы выдадим ей карандаш. И разрешим менять ту букву, которая она тут видит на ленте. Соответственно, новое состояние. Новый символ на ленте. И, собственно, действие. Да? Ну, действие я обозначу как х. Да? Этот самый х, это действие. Действие это может быть какое? Вправо. Влево. Ну, и, как бы, ничего. Да? И, я не знаю, я обозначил вот так. Стоять. Правда, надо сразу же осознать, что если я в некоторой ячейке имел некоторое состояние. Да? Я прочитал символ на этой ячейке и принял решение. О! Поменяю-ка я этот символ. Поменял, изменил своё состояние и никуда не поехал. То я следующим буду наблюдать тот же самый символ, который я уже вижу, видел и писал сам. И моё состояние то же самое, как тут. То есть, это имеет маленький смысл. Поэтому, реально, без движения, да, возможность не двигаться, может быть, нужно только в одном случае. Это в случае, если я перехожу в состояние остановок. А иначе, хотя это возможно, но это бессмысленно. Вот. Да? Какой смысл в состоянии стояния на месте, если его можно взаимодействовать, а в последовании его справа-влево с переходом в нескольких состояний, как вы иначе? Можно, но это лишняя редукция. Можно не писать. Собственно, в разных реализациях по машине Тюринга, которые пишут очень много программистов, начинающих узнать о машине Тюринга и их пишут. Там чуть ли не было раньше на Тюринга первое задание в первом семестре написать в машине Тюринга. Или там второе задание. В общем, и можно реализовывать, можно не реализовывать, но я считаю, что оно имеет маленький смысл и почему ей запрещать. Вот. Так. Значит, теперь дальше. Дальше. Возникает вопрос, как нам это делать, как нам запрограммировать. Хорошо рассуждать, пока эта управляющая функция записана вот так вот на доске, как некоторая R. Да, вопрос, как реально ее задать. Нам нужно вот такие вот тройки, да, каким-то образом зафиксировать и прописать для каждых возможных двоек, да, возможных пар состояний. Ну, как нам проще всего расписать эти пары состояний? Как вы считаете? Как вы считаете? Табличка. Вот, на самом деле, самый удобный способ – это табличка. Потому что тогда у нас, можно, конечно, иерархии не было, там при таком-то состоянии двоеточек. Увидел один – делай то, увидел ноль – делай то, да. Но это получится у нас такой длиннолинейный список, длинная-длинная программка, проще табличкой сделать. Ну, давайте какую-нибудь табличку нарисуем для нее. Ну, и давайте эти состояния, я их буду называть, я их буду называть. И сразу сделаем некоторое более-менее разумное действие. Я нарисую, сейчас я, пожалуй, на одной стороне скидываю подалегу, ленточку. И на ней нарисую два числа в унарной системе счисления. Ну, не позиционной, в которой идут единички – это одно число. Пробел – значит, нет числа. И рядышком еще одно число написано. И вот, давайте ставим три единички. Каретка находится в начале первого числа. Она должна сложить два числа в унарной системе числа. Действие трибиальное, на самом деле. Нам нужно что сделать? Доехать до вот этой вот единички, стереть ее там, записать пробел вместо него, доехать до пробела, записать туда единичку, ну, и можно вернуться в исходную позицию. Что это за число? Ну, вот, на некий набор действий давайте сейчас запишем, чтобы, в принципе, понимать, как пишется программа для машины Тьюринга. Так. Значит, первое. У меня возможных символов только два фактически. Один и пробел. Так. Один и пробел. Единственное, что я под тройки себе оставлю пространство. Так. Отпечатаем. А теперь поехали по состоянию. Ну, некоторое начальное состояние. Как его назовем? Ну, давайте так. В первом слове. В. Я буду по-русски писать. Хотя нет, мне же придется их там записывать. Ну, придется, знаешь, как-то его обозначать. Давайте я назову его буковкой У1. Себе можно как бы комментарий, да? Я нахожусь в первом слове и собираю сейчас работу. Так. Что же я делаю? Если я нахожусь в первом слове и вижу единичку, да? То мои действия. Мое состояние меняется? Нет. Я остаюсь в первом слове. А я единичку стираю, заменяю ее на что-нибудь. Нет. Поэтому я записываю здесь обратно единичку. И я еду вправо. Так. Если вдруг я в этом состоянии увидел пробел. Да? То есть я вот двигался. Ну, в принципе, вот эта программка такая маленькая, да? На что определяет? О, единичка, двигаемся вправо. Состояние остается в У1. О, единичка, двигаемся вправо. Состояние в У1. О, единичка, двигаемся вправо. О, пробел. Состояние в У1. Что делать? Первое. Меняем состояние. Единичку не трогаем, да? Единичку не трогаем. Двигаемся вправо. А состояние меняем на У2. Можно же не трогать пробел, а обратно? Ой, я его случайно. Можно и не трогать, да? Если я... И, соответственно, я двинулся правее пробела и себе поставил состояние У2 во втором слое. Так, ну что же. Так, в состоянии У2 вижу единичку. В состоянии У2 вижу единичку. Что я делаю? Я единичку не трогаю. Я остаюсь в состоянии У2. И я двинусь вправо. Как только я достигну пробела, уже в состоянии У2 находясь, что у меня получится? Я должен наконец-таки принять сейчас решение по удалению последней единички. Да? Значит, я назову это состояние ХОЧУ ЕСТЬ. Ну, в смысле, сейчас съем единичку. Да? Ну, напишу все-таки его как-нибудь. У. Первое слово. Второе слово. Давайте, Q. Мям. Ну, ладно. Q3. Потом будете разбираться. Q3. Тогда я перехожу в состояние Q3. Я пробел этот не трогаю. И что я делаю? Двигаюсь влево. Соответственно, я перехожу в состояние вот сюда. находится она в состоянии Q3, пробел не трогал. И вот сейчас она должна съесть ровно одну единичку, сдвинуться влево и бежать до пробела. Ну что же, если я в состоянии Q3 вижу единичку, что я делаю? Я ее заменяю на пробел. Двигаюсь влево, а состояние меняю на что такое? Ну, хочу вставить единичку в пробел. Да? Состояние Q4. Соответственно, я перейду в состояние Q4. Если я в состоянии вот я удалил эту единичку, шагнул влево и сменил состояние на Q4. Теперь нужно срочно эту единичку обратно вставить в пробел. Если я в состоянии Q4 вижу единичку, да? Вот в этом столбце смотрю. Q4 один. Вот здесь на этой пересечении программы. Что я делаю? Я, во-первых, остаюсь в состоянии Q4, единичку не трогаю и продолжаю искать пробел. Двигаюсь влево. Если же я достиг пробела в состоянии Q4, то что я предпринимаю? Первое. Я вместо пробела записываю единичку. Я меняю свое состояние, потому что теперь я пробел не хочу уже записывать. Перехожу в состояние Q5 и, собственно, двигаюсь влево. Q5. Что у меня получается в состоянии Q5? В состоянии Q5 единичку записали, перешли, и вот у меня Q5. Q5 – это состояние, которое можно назвать «хочу в начало слова». Вся работа сделана, хочу в начало слова. Значит, Q5 что должно сделать? Оно должно, видя единичку, оставаться в состоянии Q5, не трогать эту единичку и бежать влево. А если вдруг я в состоянии Q5 увидел пробел, это значит, что я уже выскочил за начало слова. Кстати, лето бесконечно в обе стороны, я забыл про это сказать. В обе стороны бесконечно. Увидел пробел в этом случае, я что должен сделать? Сдвинуться вправо, не трогать пробел и перейти в состояние Q… Ну, давайте я его так и назову QS. Оно у меня единственное в состоянии остановки. Все понятно? Так, окей. Ну, первое. Вы должны были сейчас почувствовать, какая возня программировать машину тюринга. Это такой вот брейнсторм, как бы заставить себя программировать на ассемблере легче, намного, чем реальный алгоритм запрограммировать на машине тюринга. Хотя, для любителей покопаться в основах железа и устройства в принципе архитектуры компьютера, это интересно. Для алгоритмистов всяких доказать, что это можно, доказать, что это нельзя. Математики тоже это любят. Такие математики от информации. Вот. Тем не менее, еще одну вещь, кроме того, что это возня нам особенно неинтересная, мы должны были еще кое-что заметить. Там заметно или нет? Что вы видите вот здесь? А? Я не услышал? Дырка, да, дырка. Оно состояние у нас неопределенное. А может ли оно возникнуть? То есть наша машина тюринга оказалась недетерминированной. А именно, мы не определились с вот этой ситуацией. Могло ли это оказаться? Могло ли такое оказаться? Давайте, кстати, попробуем. Вот допустим, я сейчас возьму и на вот этих начальных данных запущу алгоритму еще раз. Других символов быть не может, потому что я договорился, у меня алгоритм включает только пробел, и все. Вот сейчас посмотрим. Итак, побежали мы по единичкам. Да, побежали по единичкам. У1 идут, достигли пробела, да, достигли пробела и перешли в состояние чего? У2 и сместились справа. Правильно? Мы находимся в состоянии У2 на вот этом пробел. То есть мы этот пробел видели еще в состоянии У1 и сместились вправо, находимся в состоянии У2. Теперь мы находимся в состоянии У2, видим пробел и сдвигаемся влево, меняя состояние на У3. Сдвигаемся влево и меняем состояние на У3. И вот как раз мы пришли в это состояние, что мы в состоянии У3 видим пробел. То есть, вот я сейчас действительно... Действительно, это как бы не совсем корректно. Мы-то ожидали, что два слова рядышком, а тут одно, и все. Одно число, наверное, сидим в числении, рядом числа нет. Ну как? Здесь нам нужно принять решение алгоритмическое, что мы делаем. Или мы переходим в состояние ошибки, что некорректно поставлена задача, или мы, например, добегаем до начала слова. То есть, например, самое простое, что я сейчас могу сделать, не вводя нового ошибочного состояния, я могу... Нет. А можно ее не остановить, а перейти в состояние «хочу в начало слова». Правильно? Прыгнуть левее и сказать «хочу в начало слова». То есть, можно и так решить. Это решение на самом деле относится к фундаментальной. Сделать программу корректной. В этом случае она должна сигнализировать об ошибке. Да? Она должна прервать свою работу и выплюнуть ошибку. Невозможно. Или устойчивой. Корректность и устойчивость программы, даже в машинке, мы принимаем решение, куда мы ее подталкиваем. Куда и куда. Это часто противоречащие друг другу вещи. Ясно? Ну вот в данном случае, что я сделаю? Я, пожалуй, приму решение об устойчивости. Пускай оно вернется в начало слова, я перейду в состояние У5. У5. Пробел не трогаю и сдвигаюсь влево. Соответственно, У5 будет уже вернется сюда. Да? Можем вопрос. А зачем мы единичку удаляем, когда доходит до конца слова? А если я вставлю единичку там, то получится, что я два числа. Что будет, если в трех палочках прибавить 2? Очевидно, должно быть 5 палочек. А если я, добежав до сюда, потом просто поставлю еще одну палочку, получится 6. Чтоб не было ошибки в сложении. Так. Ладно. Значит, что теперь? Теперь давайте попробуем. Так. Относится ли это к реальной жизни? Нужна ли машина Тюринга в реальной жизни? Не в теоретических изысканиях, алгоритмических, а вот в программировании. Ну, ответ скорее нет, чем да. То есть, в принципе, она действительно моделирует поведение любого там человека, читающего книгу. Ну, только состояния у него очень-очень много. Условно, несчетное количество. Да? Там. Символов, может быть, тоже очень много. Соответственно, как бы там множество всевозможных страниц текста книги. Да? Оно тоже конечное и тоже вполне себе укладывается. Соответственно, как читатель, читающий некоторую тетрадку, и которую можно взять и переписать, вполне себе поведение. Описывает достаточно сложно. Достаточно сложное, может быть, поведение. Но все-таки к реальному программированию она скорее относится слабо. Но, оказывается, если с ней кое-что сделать, то это уже не теоретическая штуковина, а вполне себе практически приложимый не алгоритм, но механизм. Первое. Давайте у нее кое-что. Заберем у нее вина. Что-нибудь у нее заберем. Забирать у нее мозг, забирать у нее глаз как-то слишком. Поэтому мы заберем у нее карандаш. Скажи, писать ты теперь не можешь. Еще что-нибудь забрать у нее надо. Колеса. А? Колеса забрать? Нет, колеса совсем забрать нельзя. Но зато мы можем забрать у нее тормоза. Сказать, ты теперь все время едешь. То есть это как некий философ, наблюдающий из окна вагона за некоторой реальностью. Остановить он не может. Да? Вот он наблюдает. Изменить он ничего не может. Он может менять свое состояние. Соответственно, для чего это... Да, и лента у нас не бесконечная, а полубесконечная. То есть вот есть некоторая точка старта, с которой она начинает. Да и в принципе не обязательно она может быть бесконечной. Можно взять и сделать некоторое бесконечное. Если вдруг она доехала до конца, то какого бы ни было состояние. Конечное состояние. Состояние остановы. Или неконечное. Все. Конец вычислений. Он должен выдать некоторое решение. Понятно? Соответственно, мы убираем отсюда раз. И у нас остается раз, два, раз, два. Да? Не раз, два. Нет, просто раз. Сколько состоит? То есть во многом начинает все определять только состоянием. И переходами между состояниями. Таким образом, мы можем... Ну, во-первых, давайте назовем теперь эту штуковину. Назовем эту штуковину. Да, действия. Убираем. Назовем эту штуковину. Кушать лихо, я тут поближе на эту штуку. Конечный автомат. Эта штуковина. Конечный автомат. Вот. Ну и давайте я покажу вам, что конечные автоматы вполне себе осмысленны и некоторые действия могут делать. Ну, например, давайте сейчас у меня будет конечное слово, не бесконечное, конечное слово. И конечный автомат принимает решение, четное там количество единиц или нечетное. Ну, единственное, что пробел мне будет неудобно писать, поэтому я использую нолики-единички, то есть я просто у меня алфавит немножко поменяю. Нолики-единички, там где ниничка. Четное количество единиц или нет? Итак, вот у меня некоторая лента. Ну, как я там, например. Итак, я изображу состояние вершиной графа. Состояние назову четное и состояние нечетное. Ну, правда, можно было бы сделать так. Для четных назвать его ноль, тем более, что как бы по модулю 2, то есть процент 2. Сумма всех единиц процент 2. А нечетных можно было бы назвать 1, как опять же, остаток по модулю 2. Итак, если я находился в состоянии четное количество единиц, вот их ноль было, да, и их четное количество, то увидев ноль, я не должен менять свое состояние. Я могу нарисовать это петлей, да, ребро петля. Граф, естественно, ориентированный. Ориентированный граф, в котором у меня будут выпить переходы. И в качестве веса я буду подписывать ребру, собственно, тот символ, который я вижу. так. То есть, если я находился в состоянии ноль и увидел ноль, то я остаюсь в этом состоянии. Если же я находился в этом состоянии и увидел единичку, то я перехожу в состояние нечетное количество единиц. Если я находился в состоянии, я еду вправо непрерывно, то есть, прочитал символ, обработал, перешли дальше. Прочитал, обработал, перешли дальше. Все, без вариантов. Значит, если я вижу нечетное количество единиц и вижу да, это я уже считал, значит, я имею сейчас. Вижу нолик, то я что? Остаюсь в этом состоянии. Если же я увидел единичку, то я перехожу из этого состояния. Вот. Логика понятна, да? Просто красиво, сердито рисует нам вполне пригодную. Удобно писать алгоритм. Его удобно читать. Он визуален, да? Понятен достаточно. Вот. Ну и самое теперь интересное, да, можно ли конечному автомату поручить какую-нибудь реальную задачу. Да и вообще, почему он интересен? Дело в том, что любой алгоритм конечным автоматом является однопроходным. Да? То есть конечный автомат не может зациклиться, в отличие от машины тюринга. Он не может начать вот туда-сюда. Он вынужденно пробежит и выдаст некий результат. Да? Поэтому он реализует однопроходные алгоритмы. однопроходные алгоритмы. То есть те, которые занимают время, необходимое для считывания собственно этих n данных. Чисел или там букв бухов ли. Вот. Ну что ж, давайте я попробую сейчас написать алгоритм, который покажет его времени. Потом мы его собственно запрограммируем. и мы его в 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 Задача будет следующая. У меня есть строка, которая содержится символом. А, В, С, А, Д, А, А, В, А, В, С. А, В, В, Д, С, С, В, А, В, С, В, А, В, С, В, А, В, С, В, А, В, С, В, А. И я хочу найти в этой строке подстрочку А, Б, С, Д. Найти А, Б, С, Д. Есть ли там подряд идущие буквы А, Б, С, Д? Давайте запустим для проверки этого утверждения конечный автомат. Он выдаст нам либо, да, есть такое, либо нет такого слова. Два состояния. Есть или нет. Соответственно, в начальном у меня будет состояние ноль символов найдено. Ноль символов найдено. Если я обнаружил букву А, то я празднуют это и перехожу в состояние один символ найдено. Один символ моего ключевого слова найдено. Так, если я после этого вижу символ Б, то я что говорю? Ура! Второй символ найдено. Два символа найдено. Если я после этого вижу символ С, то я говорю, о, я перехожу в состояние три символа найдено. Теперь, если я вижу после этого какую-то букву, например, не Д, то все мои надежды идут прахом. И что я делаю? Я возвращаюсь в состояние... Один. Да. Не ноль. Не ноль почему? Потому что эта буква А, которую я сейчас вижу, она дает маленькую новую надежду. Может быть, она является началом новой последовательности вот этой АВС. Поэтому я не буду сразу, да, я вот увидев букву А из состояния три, я буду возвращаться к состоянию один. Так, это для буковки А. Далее. Я увидел буковку Д из состояния одна буковка найдена. Ну, печально, потому что это означает не только то, что не продолжилось, но это еще и не буковка А, то есть это не может быть начало нового. Значит, это меня переводит в состояние ноль символов найдена. Если я встретил буковку Д из состояния один... Ну, кстати, заметим, что не только Д мне это сделает, а вот АВ двинет вперед, да, буковка А даст мне новую надежду, я как бы ее вот сюда вот заверну, да, вот сюда. Да, это буковка А. А буковки С и Д меня сбрасывают в состояние... Я через запятую ноль, потому что С, запятая Д сбрасывают в состояние ноль. Дальше. Если я встретил А... А, ну, это я обсудил. А после нее снова А, значит, я как бы остаюсь в состоянии один символ. Старое как бы выкидываю и выракусь в следующий, да. Итак, а теперь я вижу букву АВ, АВ и снова А. Ну, это легкая ситуация. Короче говоря, увидев А после АВ, да, я сбрасываю, но не в ноль, а в единичку. То есть это новая А дает надежду на то, что опять начнется новая вхождение. Ну и соответственно, но остается мне что просмотреть? Остается просмотреть только такие ситуации, когда после АВ встретилась буковка не С и не А. Вот, например, да, А, Б, Б. Ну и такая же будет ситуация с АВД, да. То есть если оно встретилось, то все, я сбрасываю в ноль, это не подходит. Ну, я вот сюда же это дело подомкну. Это у нас что будет, если я после АВ встречаю Б или Д. Если я после АВ, Б, Д, С, С, Б, АВ. Так, АВ, Б мы уже обсудили. Надо было АВД здесь написать. С, Б, А, Б, АВ, С. На самом деле не хватает здесь еще одной АВ, С, С и АВ, С, Б. Здесь память кончается. Сейчас решим вопрос. Понятно? А, Б, С. Если АВ, С, а после этого не Д. Значит, к чему приведет Д? Если Д, то это победа. И из этого состояния 4 я уже уходить не должен. Да, оно, ну уже все, уже найдено. Дальнейшем меня не интересует. Я вам двойной кружок определю. Если же это не А и не Д, а именно Б или С после АВ, С, то я возвращаюсь в состояние 0. Получается вот такая диаграмма состояния конечного автомата. И она позволяет найти подстрочку в строке за совершенно честные ООТ. Совершенно честные ООТ. Но такая схема сработает тоже до тех пор, пока у нее еще был строк, состоящий из разничных букв. А если бы не АВ, С... Это неправда. Почему? Она срабатывает. Ну, это хорошее для продолжения, потому что, да, действительно. Следующее хорошо бы рассмотреть АВ, С, АВ, например. Где у нас суффикс совпадает, некоторый суффикс совпадает с перификсом. Да? Вот. И такой конечный автомат, естественно, тоже можно построить. Здесь есть более существенный минус. Первое. Плюс. Давайте осознаем этот плюс. Мы однопроходным, достоверно однопроходным алгоритмом, просматривая строку, получаем факт наличия подстроки. Более того, если мы немножко подпилим наш конечный автомат, чтобы он в состоянии, когда происходит переход, в этот момент он запоминал позицию. Ну и все, позиция найденной под строки. Да? Так что все ООО. Все? Ну, 0 минус мигает. Да, понятно. Сейчас сделаю перерыв. После перерыва я расскажу еще кое-что. А проблема в том, что этот конечный автомат мы должны как бы заранее заготовить перед тем, как поедем по этой строке. Ну давайте пока сейчас, осознав эту проблему, не будем о ней думать и просто запрограммируем его после перерыва. Отдыхай опять минут. Я могу показать две реализации конечного автомата. первая, первая, наиболее простая, вот, с просто условными операторами и вторая, со словарем, в котором у меня будет словарь, состояние, символы, в зависимости от этого будет новое состояние и еще и действие. Вот, но я сейчас, пожалуй, покажу в первую очередь одну, если вдруг успеем, тогда уже вторую реализацию покажем. Итак, первая, первая реализация. Если у меня есть состояние, то, естественно, должна быть некоторая переменная state. Да, и должна быть возможность получать откуда-то эти символы. Я сейчас сделаю очень просто. Я считаю эту троечку целиком и запущу цикл фор по символу. Итак, вот у меня есть line. Начальное состояние state я прописываю в ноль. Далее я запускаю циклом for. Давайте я назову for char. For char in line. Поняли. Итак, у меня char очередной символ. Состояние какое-то в данный момент есть, на какой-то операции определенной, что я увидел. Итак, если у меня состояние ноль, в этом случае, что я делаю? Зависит от символа. Кстати, я одну вещь забыл еще нарисовать. Если в состоянии ноль я встретил не а, а именно b, c или d. Видите, я не нарисовал. b, c или d, то я состою в состоянии ноль. Нагодится ничего, кроме а. Ну, вроде бы все. Итак, поехали. Если состояние ноль, да, то, если char равно 1, в этом случае, что я делаю? О, char 1. Буквка а. В этом состоянии я перехожу в состояние state равно 1. Я могу, конечно, написать else state равно 0, но я и так в состоянии state равно 0, поэтому я сейчас его прописывать не буду ради экономии пространства на доске. Итак, здесь я пишу иначе если. Ситуацию в состоянии ноль я разобрал полностью. Итак, иначе если элит state равно 1. Разбираем состояние 1. Здесь три возможных действия. Первое. Если буковка b, то двигаемся в состояние 2. Если c или d, то переходим в состояние ноль. Если же буковка а, то остаемся в исходном состоянии. А это не обязательно прописывать. State равно 1, когда и state так равно 1. Поэтому я это оставлю в последнем else. И буду спрашивать b или нет. Вначале я буду предполагать наибольший успех. Если этот char равно равно b. В этом случае я штукую state равно 2. Иначе если. Вложенный иначе если. Иначе если этот символ char равно равно чему. Правда, нет. Вы знаете, мне лучше будет все-таки расписать. Знаете почему? Потому что иначе. Мне придется во всех остальных случаях несимметрично сделать. Там будет выглядеть иначе. А чтобы выглядело симметрично, я все-таки буду спрашивать. Следующий символ, а если не он, то а. Если а, то state, хотя оно и так было бы не писать, но я напишу. State равно 1. И иначе любой остальной символ в этом случае стоит равно 0. Продолжаем ниже. На вот этом вот уровне элифа. Новый элиф. Иначе если. State равно 2. В этом случае, если у меня char равно, в начале наилучшем положении. Два символа найдено и следующий символ c. В этом случае что? В этом случае state равно 3. Нашли следующий символ как раз после 2. Иначе если не c, но может быть char равен а, тогда он даст нам новую надежду. Итак. Char равно равно а. В этом случае я перехожу в состояние state равно 1. State равно 1. И иначе если нет, state равно 0. Иначе если. Новый иначе если. Под новое состояние. Если состояние было 3. И в этом случае. Что мы делаем. Если мы встретили буковку d. Char. Равно равно d. В этом случае. Что я делаю. Я говорю state равно 4. Иначе если. Если char равнялся а. В этом. Мы брейк не хотим сделать? После. Нет. Даже если мы хотим его сделать. У меня будет для этого места. Чтобы это симметрично происходило. То есть это действие я лучше сделаю в обработке состояния 4. А так. В принципе. Прерывать считывание. Не обязательно. То есть с точки зрения асимптотики. В наихудшем случае. Нам все равно придется всю строку считать. Нужно в сам конце встретиться. Да. Тут вопрос. Имеет ли это смысл. В практическом приложении. Конечно. Имеет. Брейк делать. Но. В принципе. Для алгоритма. Оно не обязательно. Пускай себе бежит. Итак. Если char равен а. В этом случае. Что говорю. State равно. 1. И иначе. State. Равно. Он удобно. Ну и. Последнее. Иначе. Да. Можно его прописывать. Что там происходит в четвертом состоянии. Но поскольку оно конечное. Да. То никаких действий точно предпринимать уже не надо. В нем нужно просто оставаться и все. А это произойдет автоматически. Поэтому если я не озабочен брейком. То могу ничего не писать. Если я озабочен. Чтобы дальнейшие считывания уже не производились. То я могу написать. Elite. State. Равно. Равно. 4. Break. Я не буду этого писать. Итого. К моменту. Когда заканчивается. Вот. Цикл. For. Да. Я знаю. Ну. Нигде. Я сейчас не заботился о том. Чтобы запоминать. Где. Сие. Произошло. Да. Ну. Это было. В принципе. Не сложно делать. Можно было завести счетчик. И. И каждый раз. Делать. И плюс. Равно. Один. В конце цикла. Вот здесь. Вот. После всех этих элифов. Да. Там. И плюс. Равно. Один. И в момент. Когда я достигаю. State. Равно. Четыре. Да. Я записываю. Это. И сохраняю. Во внешнем. Пространстве. Или действительно. Break. Просто укажет. Конкретно. И. Не видно. Что нужно. Понимать. Что это. И будет. Индексом. Если я в состоянии четыре уже приду. То это будет как бы следующий. Да. То есть. Он будет указывать. Не на последний. Там всякий. Сейчас не будем. Разбирать все эти подслучаи. Как это делать. Просто остановимся. То есть. Вот в этот момент. Когда закончился цикл фор. Да. Когда вот я попал. Вот. 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 То. Я могу соответственно. Принт. Найдено. Найдено. И. Стоит равно. И. Стоит равно. 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 Else. Нет. Ну не найдено. Реализация конечного автомата. Вполне себе небольшая. То есть. Он сам не такой уж маленький. Ну. Не такой большой. Не такой маленький. Реализация не такая уж. Кажется. На самом деле. Однако. Однако. Разбор. Конкретного подслучая. Да. В зависимости. В зависимости. Вот символов. Если у нас будет количество возможных символов больше. У нас. Вот. Это. Начнет расти. И количество строк. Реализующих конечный автомат. Начнет расти существенно. Что можно предложить в этом случае? Ну. Результат этого. Это. Стоит равно. В любом случае. Стоит равно чем? Правда? Логично. Поэтому. В принципе. Мы можем эту штуковину модернизировать следующим образом. Фор. Чарк. Невайн. Если. У меня. Стоит равно. Равно нулю. В этом случае. Пишу. Стоит. Равно. А дальше я вызываю. Выделяю. Вот это все. Вот. Это все. Здесь вычет смешно. Но дальше. Это уже не смешно. Вычет. Да. Но уже. У меня тут шесть строчек. Достаточно просто. Он конечно автоматически. Но вот это все запихать внутрь некоторой функции. Ей нужно что? Чарк. А стоит в принципе можно к ним приведать. То есть некоторая функция переходов. Которые. В теле этой функции будут прописаны только вот эти две вещи. За счет этого я выношу это все в функции. В тела функции. Ну соответственно стоит ноль. А здесь decision, да? Некий там decision. Как правильно пишется? Правильно? Через... Через... Через j или dc? А. Нет, нет. Здесь c, там s. А, decision. Ага. Все. Чувствую, что-то не так. Но точно не j. Десижен ноль. Да? То есть некоторая вот функция под состояние ноль прописанная. Да? И я ей передаю чарк. За счет этого я могу вынести туда выложенные вот эти if и leave и leave. Вот. Которые с этим разберутся. Ну и с одной стороны сделать, собственно, разборку. if state равно нулю. Иначе, если state равно равно один в этом случае, я говорю, состояние state равно decision один функцию, которую я передаю чарк, а там уже внутри этой функции прописано вот эту тему. Значит, и... И так... Ну давайте, я сейчас не буду торопиться, я лучше пропишу это аккуратно. И leave state равно равно 2. State равно decision 2. Вот чарк. И leave state равно равно 3. В этом случае state равно decision 3. Ну вот так. Да, я воспользуюсь сейчас правой доской для того, чтобы эти функции, собственно, и прописать. Ну я все соберу, кроме этого. А здесь так и пишу. Что вот это вот. Бег. Decision. Ноль. Да? Ну если на что, мне нужно будет возвращать это значение. Да? Поэтому я буду вместо state равно делать витерн. И не вернуть ничего нельзя, поэтому когда ничего нет, то я возвращаю и терк 0. Decision 0. Вот чарк. Вот такая вот получилась у меня функция. Раз. Да, здесь функция 2. Дэх. Мотивирование. Decision 1. Да? А зачем все это, если нам, например, дан алфавит? В принципе, я выкупаю это сделать. Хорошее предложение. Хорошее, чудесное предложение. Вопрос, можно ли это дело оптимизировать. Да? Вот именно вот в этом месте. Потому что уж очень вот это вот как-то досклило. Вот это имеет смысл, чтобы продумывать про конкретное состояние, можно было на это взглянуть отдельно. Понимаете? С другой стороны, тут имеет смысл подумать, как бы, как удобнее воспринимать или не реализовывать конечный автомат. Потому что в любом случае воспринимать его все-таки легче графически, чем в тексте программы. Поэтому лучше иметь его вот картиночку. Да? А уж как вы его пропишете, это уже второй вопрос. Да? Так. Давайте пока сейчас допишу эти вот моменты. Раз, два. Да? Ну, понятно. Я сейчас не буду. Пожалуй, все остальные я уж не буду. Так. Единственное, что вот здесь вот не стоит равно. А, идем. Да. А дальше возникает вопрос, можно ли это дело оптимизировать вон там. И запускать ровно ту функцию, какую надо. Питон дает прекрасную возможность. Дело в том, что функции в питоне являются объектами. И ссылки на функции можно хранить. Ссылку на функцию можно хранить. В частности, как значение словаря. Поэтому можно сделать словарь, в котором хранятся эти самые функции в соответствии с состоянием. И это еще и коротко пропишется. А именно, я создаю, вот в самом начале, что это? State равно нулю прописал, да? Но давайте перед этим я пропишу функцию decision. Не функцию, прошу прощения. Словарь. Decision. В этом словаре я прям так и напишу. Нулю соответствует функция decision 0. Ее не надо со скобками писать, потому что иначе она должна быть вызвана. И результат сюда вернется. А здесь я просто саму функцию говорю. Эта функция соответствует нулевому состоянию. Единички соответствуют. Кто? Decision. Один. Функция. Двоечки соответствуют. Decision 2. Троечки соответствуют. Decision 3. Ну правда возникает вопрос. Если я сейчас буду обрабатывать все это так же линейно, то state 4 мне придется тоже сюда каким-то образом писать. И для него тоже придется такую функцию создать. Даже она ничего не делает. Она должна делать return 4. Так что формальное состояние будет изменяться. Я прописываю стейт равно нулю. Я прописываю line равно input. Запускаем цикл for chart in line. И что я фактически буду делать? Говорить state. Состояние стейт равно decision. Decision. Какая? Добытая из этого словаря функция по состоянию стейт. Ну именно поэтому мне пришлось для state 4 тоже прописать функцию, которая должна быть определена. state равно decision on state, вызывая ее, передавая ей этот очередной чар. Просто так? Ну единственная правда, функции должны быть определены. То есть для данного простого конечного автомата, на самом деле, реализация с ифами и лифами, вложенными вот этой структурой, она все-таки является наиболее простой и компактной скорее. Да? Не нужно создавать сущности безнадобности и умножать различные конструкции, усложняя восприятие. Но если мы хотим не повторять себя насколько возможно, сделать это компактным, да? И при этом расширяемым. То есть у нас вот эти функции могут быть достаточно обширными, да? Мы их можем свернуть, развернуть. Вот это вполне себе пригодная конструкция. Ну и в конце, то, что я уже писал, надо печатать в print. Ну и давайте сейчас просто в print state, либо печатать. Print state. State будет соответствовать на ней или не на ней. Если 4, то на 1, а если нет, то не на 1, да? А где вообще правительственная форма программа? Прекрасная идея. Прекрасная идея. Можно ли хранить, конечно, автомат некоторым образом в памяти, да? Так, чтобы нам не требовалось вообще вот это все программировать. Ведь самая большая проблема их не в том, что компактно, некомпактно это записано, а в том, что я запрограммировал это для одной конкретной строки. Понимаете? Вот в чем большая проблема. То есть этот конечный автомат мы создали руками, нарисовали сами и запрограммировали его под конкретную строку. Ну, во-первых, надо сказать, что опыт программирования конкретного конечного автомата, он все равно бывает нужен. Потому что именно вот такими вот диаграммами состояний часто описывается поведение очень сложных систем. каких-нибудь космических кораблей, там, крылатых ракет, спиральных машинок, в конце концов, да? То есть она там из одного состояния не может сразу перейти в другое состояние. И даже среди диаграмм UML, которые используются для проектирования создаваемого программного продукта, тоже есть одна из диаграмм, которая так и называется диаграмма состояний. Она помогает прояснить программисту, в каких состояниях может находиться ее программа, и какие переходы между ними, в принципе, возможны, и при каких обстоятельствах они случайны. То есть конечный автомат, конечно, не решает всех задач, но он позволяет нам понять диаграмму состояния, научить ее реализовывать, там, тем или иным, ну, я уж самый первый, не до 100, да, условно, тем, да, или иным способом, да? Но вопрос к приложению к подстрокам звучит так. А можно ли создавать конечный автомат на лету? Потому что скорость поиска, она уже стерта, она хороша. И она невероятна, как в случае, там, с хэшами, да, как с этим было, с Робином Хаком, да? Да, 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 честный у АТН. Можно ли? Ответ – да. Можно. Существует алгоритм Ахо Карасика, который создает конечный автомат в памяти, в некоторой форме, да, как бы граф этого вот перехода, да, И затем уже можно бежать по этой строке и заниматься поиском. В чем минус, требуется время на создание конечного автомата. Но тем не менее, что когда он есть, потом счастье. Так, но все это дело не сегодня, а в следующий раз. Спасибо большое за внимание. До свидания. Спасибо.